Простите нас дураков. Такими словами бывший советник-председатель управления банка РБК Жумарт Иртаев сегодня пытался разжалобить судью, выступая с последним словом. Эксбанкир полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Жумарт Иртаев обвиняют в присвоении 144 миллиардов тенге, принадлежавших банку РБК и судят по двум статьям Уголовного кодекса. По данным следствия, деньги он получал с 2011 по 2017 год с использованием служебного положения. Ранее прокурор уже запросил для Иртаева 11 лет лишения свободы. Сегодня бывший банкир попросил суд назначить наказание с учетом того, что он находится под стражей более трех лет с мая 2017 года, исходя из расчета, день за полтора предусмотренного Уголовным кодексом. Для себя я решил, буду делать все, чтобы окончательно рассчитаться с потерпевшей стороной, заботиться о родных и близких. Если получится, писать книги, читать лекции на тему «Никогда не бери чужого» и что есть истинное счастье. Смею заверить, что за годы изоляции совесть восстановилась, а мозги не засохли. Зарабатывать деньги честным путем я сумею. Заседание проходило в Алмалинском районном суде в онлайн-режиме. Помимо бывшего банкира, обвиняемыми по делу проходят 36 человек, потерпевших трое. Дело состоит из 700 томов и 46 эпизодов. Обвинительный акт занимает 280 страниц. Его зачитывали несколько дней. Суд над экс-банкиром длится с 12 декабря 2019 года. Жумарт Ертаев и его сообщники подозреваются в выдаче кредитов под несуществующее залоговое имущество фиктивным заемщикам. Якобы ему из кассы выдавались деньги для личных целей без документов. Предположительно, средства частично зачислялись на счета Ертаева и его супруги Нургуль, которая в то время была в совете директоров банка РБК. За пять лет было зачислено более трех миллиардов тенге. По запросу казахстанских властей Ертаева задержали в Москве в начале 2018 года. Некоторое время он находился под домашним арестом, но потом его водворили в следственный изолятор. Статус беженца, который получил экс-банкир, отменили решением Генеральной прокуратуры России. В январе 2019 года Мосгорсуд принял решение об экстрадиции Ертаева в Казахстан. Он вернулся в марте 2019 года, его сразу арестовали. В ближайшие дни суд должен огласить приговор фигурантам этого громкого дела. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация. Продолжение следует...